итак сейчас повторяешь за мной 10 раз вот так вот Локоть выше плеч, не надо поднимать. Локоть поднимается до высоты плеча. Чувствуешь мышцы плеч работаем? Угу. Да. Ты не пожимаешь вот так плечами, а именно поднимаешь локти в сторону и немножко вперед. Бицепсы должны быть расслаблены, это очень важно. Хорошо. А вот у меня еще такой вопрос. А зачем мне качать руки, если я, например, хочу только ягодичные мышцы накачать? Они не станут у меня огромными? Чтобы руки стали толстыми, нужно поднимать по-настоящему большие веса. И вес этих килограмм, я думаю, даже больше. Поэтому с небольшим весом смело можно выполнять упражнения для рук, просто будут подтянуты упругие мышцы. И толстые руки с гантелями 2, 3, 4, даже 5 килограмм накачать себе лучше не может. Это невозможно. Обязательно нужно сделать на первой тренировке один подход сгибания рук с гантелями стоя. И 2-3 подхода тяги гантели для укрепления плеч. Почему для бицепса один подход? Потому что после первого занятия часто бывают судороги бицепса и даже контрастуры бицепса. Это очень неприятно. Если стать, когда ты вот так вот ходишь целый день, не можешь разогнуть руку. Поэтому запоминаем, на бицепса один максимум 2 подхода, на плечи можно 2-3 подхода. Зачем тренировать верхнюю часть тела? Затем, что чем больше мышц мы задействуем, тем больше жира будет сжигаться, тем быстрее будет наш метаболизм. А девушки приходят в зал именно для того, чтобы ускорить обмен веществ, бороться с целлюлитом и с лишним жиром. Поэтому тренировать нужно все. А можно ли мне пить вкусный протеинчик в фитнес-баре после тренировки? Существует очень много спорных и дискуссий по поводу полезности порошкового протеина. В него вкладывают миллионы долларов, чтобы люди его пили, рекламируют, нанимают профессиональных спортсменов. Но мне все стало ясно, когда я готовился к соревнованиям. И все опытные протеины сказали мне, что на этом этапе нужно сжигать жир, поэтому поросковые протеины нужно из своего рациона исключить. Потом я как-то много пил эти протеины и действительно наросло лишнее количество жира у меня лично. Хотя от чистого белка жир не растет. Поэтому я все-таки девушкам не рекомендую, вообще своим клиентам не рекомендую пить много, вообще принимать этот протеин. Разве что вообще ты голодная, нет возможности поесть, но если хочешь красивое тело, старайся рис и курицу. И салат из овощей. Причем риса совсем чуть-чуть, потому что от лишнего количества углеводов тоже растет жировая простойка. Но две-три ложки съедать нужно, чтобы энергия была, учиться, работать. На первом занятии я советую выполнить тягу верхнего блока для мышц спины. Основная ошибка, обычно голову опускают и пытаются свою голову обогнуть, ну как бы обойти ручкой этой, чтобы не ударить себя по голове. Получается движение идет по кругу. А нам нужно, чтобы движение было по прямой линии. То есть я бы обязательно на первой тренировке три подхода добавил для спины, потому что, скажем так, для осанки это упражнение очень полезно. А когда у девушки хорошая осанка, это всегда красиво. Поэтому мы сидим прямо, голову немного отводим назад, грудную клетку поднимаем вверх и делаем три подхода по 15 раз. Конечно же, все девушки хотят накачать грудь, поэтому нужно сделать упражнение для груди. Разводим ноги. Ставим ногами на пол. Беремся руками на такой ширине, чтобы локти были под кистью. То есть если мы возьмем шире, у нас получится слишком широкий хват. То есть предплечья должны быть параллельны друг к другу и перпендикулярны полу. Вот такая ширина. Пробуем выжать. Еще одна ошибка – это выведение локтей вперед. Вот сейчас эти локти выведены вперед, а ты попробуй отвести их назад. Вот так правильно. Выдох. Вдох. Опускаем пониже чуть-чуть. Выдох. Вдох. Выдох. Вот еще мы видим, какую ошибку поставь. У тебя одна лопатка лежит на лавочке, а вторая лопатка свисает. Нам надо лечь по центру, свести лопатки и упираться в скамейку постоянно плотно светенными между собой лопатками. Ноги плотно упираются в пол. Это твои опоры. Выдыхаем. Вдыхаем. Выдыхаем. Вдыхаем. Работаем. Ставим. Ставим раз. Ставим два. Итак, смотри. На первом занятии обязательно нужно потренировать пресс. Тоже не 10 подходов, достаточно 2 сета. Держим руки возле головы, возле висков. Потому что часто люди берут себя за голову и просто тянут себя за шею. Наклоняемся до параллели с полом и скручиваемся. И скручиваемся. И скручиваемся. И скручиваемся. И скручиваемся. То есть, понимаешь, основная ошибка, кроме рук, часто люди делают просто с прямой спиной. Вот покажи с прямой спиной, попробуй. Вот, видишь, получается, что вместо пресса будет пренапрягаться поясница. А функция пресса – это как раз скручивание, сгибание, разгибание позвоночника, приближение плеч к тазобедренному составу. Поэтому попробуем еще раз. Раскручиваемся и скручиваемся. Ты чувствуешь, что ты стискиваешь пресс, и он работает. Ниже параллели с полом корпус не опускается. В будущем будет легко, будем еще брать блин от штанги, и будет нормально. А пока что этого должно хватать. Это упражнение имеет особую важность. Во-первых, оно тренирует ягодичные мышцы. Мы говорим о гиперэкстензии. Во-вторых, укрепляет мышечный корсет спины. Это очень важно. Потому что в будущем нужно делать и приседания со штангой, и жим ногами. Везде нужен сильный мышечный корсет, чтобы не было травм позвоночника. Поэтому нужно быть осторожным с этим упражнением. Без него плохо. Но если сразу взять вес и сделать вес, то можно опять-таки повредить спину. То есть и лекарство, и яд в одном упражнении. Поэтому начинаем с того, что мы ложимся без веса. Медленно, аккуратно. Пятки поднимаем повыше. Руки на груди скрещиваем. Медленно опускаемся вниз. Медленно вверх. До моей руки. Работаем. Выдох. Выдох. Делаем 15 по раз. Отлично. То есть в конце движения тело как бы является прямой линией. То есть ты не должна перегнуться обратно или не до конца разогнуться. Вот мы просто до прямой линии. В верхней точке ягодицы сильно сжимаем и делаем выдох. Вниз опускаемся, делаем вдох. Ниже, ниже, ниже. Вот так. Если большой вес у человека, то можно держаться руками за вот эти штуки. Но у тебя большого веса нет, но мы просто покажем, чтобы люди знали. И поднимаемся, опускаемся. До прямой линии с полом. И вверху сильнее сжимай ягодичные мышцы. Стискивай, стискивай. Вот, отлично. В будущем начинаем делать без рук. И уже через несколько занятий, когда мы уже чувствуем, что это подходящее время, уже начинаем делать с гантелями или с блином. Держи. Зафиксировали руки и спокойно работаем. Медленно. Выдох. Вдох. Выдох. 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 Вдох. И выдох. Хорошо. Получается, что мы, в общем-то, сделали все, что нужно сделать в первый раз. Задача, самое главное, что нужно первый раз делать, медленно делать повторение. То есть, когда мы делаем упражнение, все начинают вот так вот делать. Естественно, упражнения выполняются неправильно, потому что мозг не успевает обрабатывать все технические нюансы выполнения. Поэтому, если вы хотите правильно тренироваться и правильно начать, делайте повторение медленно. Вторая ошибка, которая при первых посещениях, слишком много нагрузки. Когда человек начинает заниматься спортом, это очень приятно. Поэтому, не улыбайтесь, сделайте ровно столько подходов, сколько я напишу в таблице, которая прилагается к этому видео, программа для первого раза для девушки. И не перегибайте палку на первом занятии. На втором, на третьем занятии уже можно по одному сету добавить. Но, в любом случае, не сидите в зале по два, по три часа. От этого будет только хуже. Занимайтесь с ним больше часа. Потому что через час начинают вырабатываться те гормоны, которые уже не улучшают фигуру, а наоборот, ее разрушают. Мы начинаем сжигать мышцы и работать на выносливости. Для красивого тела это не совсем то, что нам нужно. Ну и, в общем-то, думаю, что мы основные моменты сегодня затронули. Еще о дыхании. Что, когда мы поднимаем вес, мы всегда делаем выдох. Когда вес поднимается вверх, когда мы преодолеваем нагрузку, в этой фазе всегда выдох. Когда мы опускаем вес, фаза расслабления, уступающая фаза, мы всегда делаем вдох. Правильно дышите. Обязательно считайте повторения про себя и дышите. Я считаю так. Вдох, выдох раз. Вдох, выдох два. Вдох, выдох три. И как раз и получается и плавно. И ты знаешь, сколько повторений ты делаешь. И я надеюсь, что это видео не будет строго рассмотрено теми, кто уже опытный. Оно для чайников. Но такие видео тоже нужны. Вы можете его скинуть своему другу или своей подруге. Кто первый раз пришел в тренажерный зал. Я думаю, что это всегда пригодится. Большое спасибо Юрию за тренировку. Я узнала для себя много полезной информации. И уже не буду делать ошибок, которые делают люди, которые приходят в первый раз в тренажерный зал. И если вы хотите увидеть меня в следующих видео, напишите об этом в комментариях. И подписывайтесь на канал Юрия. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok